Время новостей на телеканале Север. В студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Эпидобстановка в Ненецком округе ухудшается. Все чаще фиксируются привозные случаи. Жители региона, возвращаясь из отпуска, привозят инфекцию с собой. Оперативный штаб по профилактике коронавируса усиливает меры контроля за прибывающими на территорию субъекта. Вновь вводятся посты контроля. ПЦР-лаборатория в окружной больнице начала свою работу в конце июня. За это время здесь выполнено почти полторы тысячи исследований, из них платных 347. Среди последних положительный тест на ковид был выявлен в выходные у шестерых человек. Летнее трудоустройство несовершеннолетних – это не только про благоустройство города. Это еще проведение летних каникул с пользой для себя и для окружающих. Новые знакомства и впечатления. Возможность заработать средства на личные нужды или помочь деньгами семье. Отпускники возвращаются. Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. На сегодняшний день, по данным профильного ведомства, в регионе ковидом болеют более 250 человек. 59 из них получают лечение в стационаре. Семеро пациентов находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции на его территории вводит дополнительные меры контроля за прибывающими в Ненецкий округ из-за его пределов. Телеканал «Север» провел брифинг для представителей региональных СМИ. На вопросы журналистов отвечали заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Андрей Блащинский и руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина. Третья волна коронавируса по сравнению с предыдущими показала себя более агрессивной по отношению к больным. Если ранее симптомы COVID-19 выявлялись через две недели после заражения, то сейчас уже через 2-3 дня фиксируется поражение легких. Заболевание у пациентов протекает в более тяжелой форме. Те пациенты, которые находятся в стационаре, у нас 61% сегодня, это средне-тяжелые пациенты. Чего раньше у нас не наблюдалось такого. У нас ранее было 20, максимум 30 средне-тяжелых пациентов. Сейчас их количество увеличилось в два раза. В округе фиксируется большое количество привозных случаев ковида. Отпускники привозят инфекцию с собой отовсюду. Из Сочи, Анапы, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Крыма и Абхазии. Каждый заболевший, подтвержденный пациент с ковидом, он за собой в итоге к нам приводит в поликлиники и стационары от 6 до 8 человек. А из этих 6-8 бывают люди с очень ослабленным иммунитетом, и это заканчивается летально. Поэтому я бы попросил жителей все-таки задуматься о том, что нужно либо прививаться, либо как-то ограничиваться в общении и принимать меры социальной дистанции и изоляции. С 21 июля в Ненецком округе откроются посты эпид-контроля в четырех аэропортах региона, в Наринмаре, Неси, Оми и Пеши, а также на причалах Барж. Соответствующее решение было принято накануне на заседание оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции. Мера направлена на то, чтобы защитить жителей от случаев завозного ковида. Повторюсь, что эта мера направлена на защиту населения Ненецкого автономного округа от завозной инфекции. С той инфекцией, которая распространяется внутри округа, мы прекрасно справляемся, у нас здесь проблем нет. У нас есть прогнозы, у нас есть программа реализации, программа лечения жителей, которые болеют. А вот люди, которые приезжают к нам, мы не можем прогнозировать, сколько человек из них приедут с коронавирусной инфекцией. Отметим, что населенные пункты округа НЕС, Пеша и ОМА попали в список контрольных пунктов только потому, что у них существует прямое авиасообщение с Архангельска. На пунктах прибытия в регион житель округа или его гость должен предоставить один из трех документов. Это либо тест о отсутствии коронавирусного инфекции, тест ПЦР, либо сертификат о законченной вакцинации, либо сертификат о том, что человек в течение полугода перенес новую коронавирусную инфекцию. То есть три документа на выборах, либо то, либо другое, либо третье. Предъявляемые в пунктах прибытия документы будут проверяться на соответствие их подлинности. Потому что и в нашей стране, и в Ненецком автономном округе есть случаи, когда предоставляются справки поддельные. Не ошибочно, а именно поддельные. Тем, кто прибывает в округ без подтверждающих документов, Роспотребнадзор выпишет предписание, но они должны будут пройти двухнедельный карантин. Также можно будет сдать ПЦР-тест непосредственно в пункты прибытия. Его стоимость – 1400 рублей. Он может пройти ПЦР-тестирование в местах осуществления контроля за распространением коронавирусной инфекции. В течение одного дня он получает ответ. Если ответ отрицательный, то у него полная свобода действий. Если ответ положительный, то гражданин будет поставлен на учет в Роспотребнадзоре и, соответственно, получит все медицинские назначения для прохождения курса лечения. Но вот будут ли оплачиваться окружными работодателями платные тесты для своих сотрудников? Ну и все-таки хочется сказать, что все-таки это прежде всего социальная ответственность каждого из нас. Но, конечно же, по поручению губернатора мы где-то индивидуально, где-то, что называется, массово отрабатываемые вопросы. Либо возмещение этих затрат, либо просто оплаты. И бюджетникам тоже. Да, в том числе. Нужно ли сдавать тесты детям, возвращающимся в округ, из какого возраста, в регионе пока не решили. В Минздраве не существует рекомендации на этот счет. Но все мы понимаем, что перед началом нового учебного года в округ начнут массово возвращаться школьники, которые сразу же попадут в большие коллективы сверстников. И не только. Считается, что дети болеют бессимптомно, но они являются носителями инфекции и с легкостью могут передать вирус старшим. Илья Сахаров, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал Север. Порядка 1200 человек прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции с начала открытия ПЦР-лаборатории в лечебно-диагностическом отделении Ненецкой окружной больницы. 41 из них сдали тест в выходные дни. У шести был выявлен положительный результат. Александра Литкова расскажет подробнее. ПЦР-лаборатория в лечебно-диагностическом отделении Ненецкой окружной больницы начала работу в конце июня. А с 10 июля пройти здесь тестирование можно по субботам в порядке живой очереди. С момента открытия диагностику прошли 1115 человек. Выполнено 1408 исследований. Из них платных 347. Что касается работы лаборатории по субботам, то в эти дни обследовались 41 пациент. У шестерых ответ был положительным. При этом были выявлены случаи, когда в медучреждение за ПЦР-тестом обращались граждане, которые находились на учете в Роспотребнадзоре, как контактные с заболевшими. К сожалению, выяснили ситуацию, что ряд граждан, которые прошли по выходным положительные, они имели ограничение со стороны Роспотребнадзора на перемещение по территории города Наринмара. Но по какой-то причине они пришли к нам в лабораторию и решили сдать анализ. Ряд граждан, у них заболевание протекало бессимптомно, поэтому они не знали. И для выхода на работу по требованию они сдали этот анализ, и он у них оказался положительным. То есть в воскресенье, в субботней перестановке делает Роспотребнадзор, при подтверждении оперативно оповещает гражданам и выдает им предписание о самоизоляции. Медики напоминают, перед тем, как отправиться в поликлинику для сдачи теста, убедитесь, что у вас отсутствуют признаки ОРВИ. При любом недомогании вызывайте на дом врача, который и примет решение о необходимости обследования на коронавирус. При этом тест будет бесплатным. Мы рекомендуем гражданам, которые себя чувствуют некомфортно, они чувствуют себя больными, у них есть какие-то симптомы повышения температуры, остальные признаки ОРВИ, рекомендуем остаться дома, пригласить врача, чтобы врач уже сделал определенное назначение. Если врач посчитает необходимым сдачу данного теста, то действительно он его назначит. ПЦР-лаборатория Нинецкой окружной больницы пока не относится к уровню референс. Изначально мы получаем документы о соответствии для работы с данной группой патогенности, что нам Роспотреб выдало, и мы с 28 числа начали самостоятельно работать. Далее идет в течение двух месяцев перепроверка наших положительных исследований со стороны службы Роспотребнадзора. При совпадении 85% положительных результатов на протяжении определенного периода времени Роспотребнадзора через два месяца может нам выдать разрешение на самостоятельную работу. Напомню, пройти ПЦР-диагностику можно во взрослой и детской поликлиниках в будние дни по предварительной записи. В здании лечебно-диагностического корпуса тестирование проходит по субботам в порядке живой очереди с 8 до 11 часов. Стоимость процедуры – 1400 рублей. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе Наридмарское автотранспортное предприятие усиливает меры предосторожности. В периодическую обработку автобусов включена глубокая дезинфекция транспорта. На предприятии установлено информационное табло, транслирующее необходимые меры по борьбе с коронавирусом. На входе ВТП для сотрудников проводится термометрия. Подробнее в следующем сюжете. Главной мерой по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в общественных местах является санитарная обработка контактных поверхностей. Вообще известно, что профилактика – это одна из важнейших вещей в предотвращении чего ли это ни было, каких-то неприятностей. Поэтому мы считаем, что мы стали проводить более глубокую санитарную обработку автобусов уже в течение полутора часов и сами наблюдали. Это как раз является профилактикой для защиты людей от коронавируса. На Ринмарском автотранспортном предприятии с периодичностью в два дня проводится глубокая дезинфекция автобусов. Убирается пыль с сидений, пол, все поверхности, которые в автобусе притягивают себе пыль очень быстро. Поэтому обрабатывается сначала пылесосом, все это убирается. Затем, значит, моется просто от пыли, от грязи, от всей обрабатываются поручни, спинки сидений, стенки автобуса. И затем уже мойщица обрабатывает дезинфицирующим раствором непосредственно поверхности, к которым больше прикасаются пассажиры. Также при входе на предприятие проводится термометрия для водителей и кондукторов. Размещено информационное табло с мерами предохранения от COVID-19. Ежедневная обработка транспортного средства проходит на конечных остановках маршрутов автобусов. Обработка происходит на конечных остановочных пунктах между сменами силами водителей и кондукторов. Полная обработка у нас происходит непосредственно на производственной базе. Применяются современные средства дезинфицирующие, в принципе, высококачественные, дающие результат положительный. Для гарантированной безопасности здоровья граждан необходима и помощь самих горожан. Администрация автотранспортного предприятия настоятельно рекомендует носить маски в общественных местах, в том числе и автобусах, чтобы обезопасить себя и окружающих. Я бы хотел обратиться к нашим пассажирам, чтобы все-таки предостерегались от распространения коронавирусной инфекции и носили средства индивидуальной защиты, в частности, маски. Катрина Тайбарей, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Ненецком округе пресечено более 2000 административных правонарушений за последние 6 месяцев. Такие данные привел в ходе очередного брифинга начальник окружной полиции Максим Кузнецов. Василий Ходанзейский расскажет подробнее. В региональном управлении полиции подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2021 года. Начальник управления МВД России по Ненецкому автономному округу в рамках своего доклада отметил эффективность деятельности окружных полицейских. С повышением эффективности оперативно-служебной деятельности управления в части противодействия незаконного оборота наркотиков, обеспечения экономической безопасности и контроля за лицами, ранее приступавшими закон. Реализованные предупредительно-профилактические мероприятия способствовали снижению числа грабежей, убийств, разбоев, изнасилований, вымогательств и угонов. Не допущено совершение преступления на территории округа с применением оружия. За аналогичный срок по сравнению с прошлым годом сотрудники полиции добились достаточно высоких результатов в предотвращении правонарушений во всех сферах. Число преступлений, совершенных на бытовой почве, сократилось на 32%. Уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. На 11% сократилось число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. Совместная работа со всеми субъектами профилактики позволила сохранить контроль ситуации в среде несовершеннолетних, а количество преступлений, совершенных в отношении подростков, снизилось на 54%. Однако на уровень преступности продолжает оказывать существенное влияние противоправные деяния, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Несмотря на широкую пропаганду и информационную работу, в отношении наших жителей совершено 104 дистанционных кражей и мошенничеством. Разыскано 10 преступников, находящихся в розыске за совершенные преступления. На улицах и иных общественных местах прощено более 2000 административных правонарушений. Опираясь на статистику полугодия, были определены приоритетные направления деятельности для оперативного состава полиции. С учетом анализа оперативной обстановки, приоритетными направлениями для личного состава до конца 2021 года будут являться защита бюджетных средств и борьба с коррупцией, противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, раскрытие и расследование преступлений прошлых лет, розыск преступников, профилактика правонарушений, контроль миграционной ситуации, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на улицах, обеспечение полноты и объективности доследственных проверок, своевременность и обоснованность принимаемых процессуальных решений, совершенствованная работа с кадрами, обеспечение готовности к выполнению поставленных задач. В ходе мероприятия были поощрены отличившиеся сотрудники за высокие результаты оперативно-служебной деятельности. Несовершеннолетние жители Ненецкого округа активно участвуют в программе летнего трудоустройства. Квота на рабочие места для подростков была увеличена на заключительной в этом парламентском сезоне сессии собрания депутатов. Подробности в следующем материале. Программа летнего трудоустройства достаточно популярна среди молодежи Ненецкого округа. Многие несовершеннолетние не только отдыхают во время летних каникул, но и зарабатывают свои личные деньги. У нас первоначально планировалось на трудоустройстве несовершеннолетних граждан 521 квота. Но, собственно говоря, этой квоты было, наверное, недостаточно в какой-то степени, потому что заявление поступало больше. И, соответственно, 1 июля на сессии собрания депутатов было принято решение о выделении дополнительных 270 квот для трудоустройства несовершеннолетних граждан. Таким образом, у нас за лето 2021 года планируется трудоустроить 800 несовершеннолетних граждан в свободное время. В ТОС «Старый аэропорт» в этом году на работу взяли ребят 14 и 15 лет. Первые трудятся по 2 часа 40 минут, вторые по 3 часа 50 минут в день. Таковы условия трудоустройства несовершеннолетних. Что касается рабочего графика, то всё почти как у взрослых. Общее собрание по будням в 10 утра и текущая разнарядка на день. Мы высаживали цветы. ТОС закупил на протяжении ряда лет на гранты города вазоны под цветы. Цветы мы покупаем в агропромышленной компании частично у жителей. И детям необходимо было навесить, высадить цветы, поливать цветы. И помимо этого ежегодная работа – это уборка микрорайона и прилежащих территорий. Это берега Качгортинской курии, берега Безымянного озера и прилежащий лес. По словам Виктории, в микрорайоне много ребят, которые хотят, чтобы им поскорее исполнилось 14 лет. Чтобы устроиться на работу и не только заработать денег, но и сделать старый аэропорт чище и уютнее. О важности программы летнего трудоустройства понимают и сами юные трудяги. Это помогает им не терять время, просто так сидеть, допустим, в телефонах. Получить можно деньги за то, что ты ходишь, помогаешь, по городу убираешься, допустим. Ну и тоже труд. Многие ребята устраиваются на работу вместе со своими знакомыми или друзьями. Трудиться в привычной компании сверстников куда более весело и время пролетает незаметно. Подростки также уверены, что работа на свежем воздухе приносит им пользу. Я решила поучаствовать, чтобы заработать себе денег и, возможно, приобрести что-нибудь для себя. И это просто интересный опыт. Я впервые устроилась на работу. И, в принципе, сейчас, я уже думаю, это была хорошая идея, потому что мне нравится проводить время на открытом воздухе. Потому что, в противном случае, если бы я не попала сюда, я просто провела бы все каникулы у себя дома. Трудоустройство подростков – это не только про благоустройство города. Это еще проведение летних каникул с пользой для себя и для окружающих. Новые знакомства и впечатления. Возможность заработать средства на личные нужды или помочь деньгами семье. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.